Добрый день! Продолжаем наш эфирный день на портале Тутбай. И сегодня мы будем говорить об успехе и путях его достижения. Ну, вообще известно, что более 95 всех действий и реакций человека происходит автоматически. Вы встаете утром, принимаете душ, одеваетесь, завтракаете, занимаетесь спортом, идете на работу, ходите, сидите, разговариваете. Все это, в общем-то, автоматически. Большую часть времени вы живете согласно своим привычкам. Однако успех – это набор правильных привычек, по крайней мере, так утверждает наш сегодняшний гость Николай Латанский, известный специалист индустрии коучинга, ученик легендарного Джека Кенфилда и автор целого ряда тренингов по личностному росту. Николай, здравствуйте! Здравствуйте, Дмитрий! В общем-то, вы считаете, что любой человек в состоянии создать жизнь своей мечты. Я считаю, что каждый человек рожден был для того, чтобы быть счастливым, здоровым и богатым в этом мире. Хорошо. Известно, что люди стереотипны. Стереотипы мешают нам взглянуть на себя, на окружающий мир по-другому. Собственно, стереотипы и есть привычки. Насколько я понимаю, из темы, которую мы сегодня в том числе будем обсуждать, не все привычки вредны. Существует и ряд полезных привычек. Вот как их разграничить? Давайте все по порядку. Во-первых, что такое стереотипы, потому что не все люди знают, что такое стереотипы. Стереотип — это способ или вид взгляда на жизнь, на себя, на других людей, на мир вокруг и на свое место в этом мире. И то, как мы воспринимаем себя, как мы воспринимаем других людей, как мы воспринимаем свою страну, свои возможности, свой потенциал, свой гений, не все знают, что каждый человек гениален, зависит от того, какие выводы мы сделали когда-то о себе. И выводы, как правило, стереотипы или убеждения, они формируются, еще большая часть из них формируется в возрасте до 7 лет. И поэтому для большинства людей этот опыт чаще всего негативен. Чаще всего ребенок, возрастая, слышит слова о том, что нельзя, а не о том, что можно. И поэтому еще в детском возрасте закладывается программирование ребенка на будущее о том, что, скорее всего, что-то нельзя, чем можно. И уже в детском возрасте происходит формирование всех этих большей части ограничивающих способностей. Если взять этот мусор, который сидит в голове у каждого человека, и убрать его оттуда при помощи работы с хорошими психотерапевтами, при помощи работы с хорошими коучами, тренерами, то человек, освобождаясь от этого мусора, от этого грязи, который он насобирал себе в детстве, перед ним открывается дверь в мир возможностей. Поэтому я считаю, что каждый человек рожден для того, чтобы быть счастливым, здоровым, богатым. Вопрос только в том, когда он это поймет, осознает, поверит в это и начнет жить жизнью своей мечты. Замечательно. Допустим, осознали и поняли, хотим двигаться к успеху. Важный вопрос. Так все-таки какие стереотипы нам мешают, какие полезные стереотипы? Что это полезные вообще стереотипы? Естественно. Убеждения — это мысли, вошедшие в привычку, это выводы, которые мы сделали о себе. Они могут быть как негативные, которые будут нас ограничивать, уменьшать наши возможности в жизни, и могут быть позитивные, продвигающие. Если убеждения у человека есть о том, что все богатые люди нечестные люди, или богатые люди жадные люди, или богатые... В общем, неважно. То, имея такие убеждения, человек сам себя ограничивает, он богатым стать не может. Если человек говорит себе, что все, что не делается со мной, все происходит к лучшему, то значит, неважно, какая ситуация будет с ним. Может быть, пожар, может быть, землетрясение, может быть, он обанкротится, может быть, от него уйдет жена и дети. Это, конечно, тяжело переносится. Но если человек открыт для того, чтобы посмотреть внутрь себя, задать себе вопрос, почему со мной произошло так, человек готов, человек растет. И действительно, убеждения могут быть продвигающие, убеждения могут быть ограничивающие. Человек сам в состоянии помочь? Что ему мешает, а что помогает? Я считаю, что каждый человек в состоянии самостоятельно создать жизнь своей мечты. Но при этом я также считаю, что если человек будет идти по жизни, и рядом возле него будет хороший тренер, хороший коуч, хороший наставник, то он этот путь будет совершать в десятки раз быстрее. И он за свою жизнь успеет сделать намного-намного больше лучшего со своей жизнью. Эрик Шмидт, глава компании Google, одной из самых успешных компаний на сегодняшний день, говорит, что мне долго говорили, что «Эрик, найми себя коуча». Эрик говорил, зачем мне коуч? Я один из самых успешных бизнесменов в мире. И Эрик сказал, что однажды я попробовал поработать с коучем. Теперь я говорю всем, что всем нужен коуч. Мы можем достигать успеха в жизни самостоятельно, но мы намного быстрее движемся, когда есть рядом профессионал, который помогает в этом. Насколько это похоже на восточные школы? Ведь известно, что там очень велика роль гуру, роль учителя, который показывает ученику путь, помогает ему двигаться по пути. Коуч в некоторой степени играет роль такого гуру? Есть разные типы профессиональной помощи. Есть психологи, есть психотерапевты, есть консультанты, есть наставники, есть коучи. Каждый из них при помощи разных инструментов, при помощи разных подходов помогает человеку. Гуру, насколько я понимаю, это человек, который считает, что он всё знает, он эксперт, он знает лучше всех, и его задача — рассказать каждому, как ему нужно жить. Если проводить параллель с нашим языком, то, скорее всего, это будет консультант. Мой опыт говорит о том, что консультации, как правило, мало помогают. И человек действительно должен быть готов слушать и следовать каждому совету этого гуру. Но если говорить вообще про Восток, то, насколько мне известно, там каждый мальчик умеет пускать пыль в глаза, и вопрос в том, к какому гуру мы ездим. Очень много людей сейчас начало, ну, по крайней мере, в Украине, я знаю, у меня много знакомых, начали ездить в Индию и посещать всевозможные заседания, секты, встречи. И вопрос только в том, куда мы едем, к кому мы едем. Потому что спустить пыль в глаза очень легко. Вопрос в том, что будет потом дальше с жизнью. Автоматизм человека — не новый, в общем-то, постулат. Об этом много писал в своё время, насколько я помню, тот же, например, Георгий Гурджиев. Георгий Гурджиев предлагал большой инструмент для того, чтобы избавиться от автоматизма, от механичности, как он говорил, в деятельности человека. Что предлагаете вы? Как человек может справиться со своими привычками? Ведь известен тезис о том, что преодолеть стереотипы для любого человека крайне трудно. Я считаю, что успех в жизни можно достигать легко. И моя жизнь тому пример. Преодолеть привычки или преодолеть стереотипы — это, на самом деле, очень большой вопрос. Но очень в большой степени, очень большое значение имеет также то, кем мы себя окружаем. Если я живу, окружаю себя неудачниками, которых всё не устраивает жизнь. Их не устраивает зарплата, их не устраивает правительство, их не устраивает страна, в которой они живут. Их не устраивает соседи, их не устраивает школа воспитания, их всё не устраивает. То и я автоматически буду таким же жалобщиком и неудачником, которого всё будет не устраивать. Но если я окружаю себя людьми, которые успешны, которые в каждой неудаче, в каждом поражении, в каждом кризисе видят возможности, то так или иначе я стану таким. Один из человек, которого называют отцом лайф-коучинга или коучинга персональной эффективности, Томас Ленар, говорил, что успех в жизни зависит от трёх составляющих, каждая из которых имеет свой удельный вес. 10%, 40%, 50% в сумме даёт 100% успеха. Вот 10% — это наши знания, навыки, умения. Большинство людей думает, что на самом деле именно в эти 10% нужно вкладывать всё своё время, всё свои деньги. Но это только 10%. Если бы действительно успех зависел так сильно от знаний, навыков, умений, и кто бы тогда должен был быть самым счастливым, самым здоровым, самыми богатыми людьми? Ответ очевиден — профессора, преподаватели, но мы знаем, что это далеко не так. Почему? Потому что есть ещё 90%, из которых 40% — это наш образ мышления, 50% — это окружение. Поэтому я считаю, что если человек хочет, я об этом всегда говорю, если человек хочет изменить свою жизнь, ему прежде всего, скорее всего, понадобится избавиться, буквально в смысле слова, избавиться от своего окружения, которое в большинстве случаев, скорее всего, тормозит и тянет человека вниз. И нужно быть очень сильной личностью, чтобы быть в состоянии преодолеть своё окружение и потянуть его за собой. И таких людей, на самом деле, единицы на всём земном шаре. Наше окружение всегда сильнее нас. И если мы делаем осознанный выбор, переходить на новый, качественно новый уровень, и смотрим, кто на этом уровне уже находится, ищем возможности начать больше общаться с этими людьми, отказываемся от старого окружения, наше убеждение, тот микромир, который живёт у нас в голове, он начинает рушиться. Люди на каждом уровне доходов имеют совершенно разные убеждения. Человек, который зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц, имеет совершенно другое представление о себе и мире вокруг, чем человек, который зарабатывает тысячу долларов в месяц. Человек, который зарабатывает 100 тысяч долларов в месяц, у него кардинально отличается его образ мышления, также и окружение от того, кто зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц. Поэтому можно говорить о том, что жить тяжело, от убеждений тяжело избавиться, но это будет ещё одно убеждение, которое тоже нужно разрушить. Ещё один, наверное, мотив для того, чтобы ничего не делать. Хорошо, Николай, а вас не смущает... На самом деле, проще всего жить, когда рассказываешь себе, когда что-то невозможно и что-то нельзя. Это проще всего. Успех в жизни начинается с принятия ответственности за себя, за свою жизнь и утверждение о том, что я и только я несу ответственность за свою жизнь. И теперь я решаю, какого успеха я буду достигать в жизни. Вот именно, какого успеха. Смотрите, иногда мы говорим об успехе, подразумевая денежные доходы, подразумевая какую-то славу или известность для человека. А всем ли нужны большие деньги, всем ли нужна эта слава? Ведь я думаю, что найдутся люди, которым нужны совершенно иные составляющие для счастья. Я ввел в русский язык понятие «настоящий успех». По крайней мере, я не знаю никого, кто до меня использовал такое словосочетание «успех» со словом «настоящий». И в моем понимании настоящий успех — это когда человек занимается тем, чем ему на самом деле важно заниматься. И это может быть воспитание детей в детском саду, или в школе, или в институте. Это может быть занятие научными исследованиями и вывод всей планеты на качественно новый уровень благодаря этим исследованиям и открытиям. Это может быть рекорды в спорте и показывание, и демонстрация всего миру безграничных возможностей человеческого организма. И я это называю настоящий успех. Для меня успех — это заниматься тем, чем я на самом деле хочу заниматься. Более того, я считаю, что каждый из нас рожден был с какой-то жизненной задачей, с каким-то предназначением. И пока мы смотрим вокруг, и смотрим на то, что в нашем обществе принято называть успехом, и пытаемся следовать пути других людей, потому что видим, что вот они вроде бы сейчас счастливы, чаще всего мы, может быть, достигая славы или денег, будем оказываться у разбитого корыта и понимать, что деньги у нас есть, материальное благо есть, машина самая дорогая есть, дом есть, яхты, пароходы есть, нету одного. И это счастье. Удовлетворенность от всего этого. Удовлетворенности. Осталась пустота. И есть смысл начать с того, чтобы заглянуть внутрь себя и спросить себя, для чего я вообще создан, зачем я живу. Кстати, кризис. На моих тренингах до кризиса, когда я задал вопрос, кто хочет знать свое предназначение, подымало, может быть, ползало руки. Сейчас я уже даже перестал задавать этот вопрос, потому что практически все 100% подымают руку и говорят, да, я хочу знать, зачем я вообще родился. И когда человек знает, ответ на вопрос, зачем я живу, обычно подсказка есть то, в чем мы лучше. Каждый из нас обладает определенными умениями, талантами, и каждый из нас рожден с этими талантами. И пока мы не начнем их развивать, мы будем несчастны. Поэтому, когда человек заглядывает внутрь себя, понимает, зачем он создан, и самое главное, одно дело знать свое предназначение, но намного сложнее узнать его легко. Для этого существует целый ряд методик. Намного сложнее начать жить в соответствии с ним. Я сталкивался с ситуациями, когда человек пять лет или шесть лет отучился в университете, чтобы стать юристом, потому что папа, мама юрист. И пять лет или десять лет у него юридическая практика, он понимает, что ему тошнит от всего того, что связано с юриспенденцией. И ему хочется писать детские книжки. И многие люди не готовы отказаться от этого пятнадцатилетнего пути для того, чтобы быть счастливым и начать писать детские книги. И они выбирают осознанно жить дальше жизнью, которая их не устраивает, которая их не удовлетворяет. Поэтому определить предназначение достаточно легко. На самом деле намного сложнее начать жить в соответствии с ним. Давайте, может, подробнее об этом. Потому что замечательно, когда человек знает, кем он хочет быть и к чему он стремится. Я думаю, что далеко не все, во-первых, задумывались над этим вопросом хоть раз в жизни. Сейчас все больше и больше людей. А во-вторых, знают, как найти на него ответ. Возможно, во мне пропадает, условно говоря, воспитатель детского сада, а я никогда об этом не думал. Для того, чтобы понять свой смысл жизни, для чем мы родились, нужно посмотреть просто на прошлый наш опыт и посмотреть, в каких моментах мы были наиболее счастливы. В каждом из нас есть встроенная такая система GPS, которая нам постоянно подсказывает, мы на правильном пути или мы сошли с пути. Если мы едем на машине, и нам GPS говорит, нам нужно проехать 5 километров прямо, потом свернуть направо, и мы вдруг решаем свернуть в сторону на заправку или на закусочную, система GPS начинает сразу же говорить, на следующем повороте поверните налево, вернитесь на такую-то трассу. Точно так же у каждого из нас есть эта система GPS, но она работает через чувства. Пока мы находимся на правильном пути, мы получаем радость и удовольствие в жизни. Стоит нам сойти со своего пути, начать заниматься ничем, чем мы должны заниматься в жизни, тут же радость и удовольствие теряются в жизни. Поэтому, чтобы понять, зачем я родился, есть смысл. Если я сейчас еще не получаю радость и удовольствие в жизни, если я получаю, скорее всего, я уже занимаюсь тем, чем должен заниматься. Если я сейчас не получаю радость и удовольствие в жизни, нужно посмотреть на прошлый опыт, где я получал радость и удовольствие в жизни. Может быть, это даже были микромоменты счастья. И есть смысл тогда внутрь заглянуть в те моменты и посмотреть, что же там было. Я стал тренером и спикером тогда, когда я читал книгу своего учителя, Джека Кенфилда из фильма «Секрет». И толстая книга. Называется «Правило» на русском языке, она переведена как «Правило». И я начал задумываться, что же меня делает счастливым в жизни. Я вспомнил, как когда-то, на тот момент, три года до того, как я читал эту книгу, я выступал перед студентами. Я в то время работал в сетевом маркетинге, занимался продажами полисов накопительного страхования жизни. И меня попросили выйти перед студентами, перед одним из лучших студентов Киева. Там было собрание какое-то, я не помню, ассоциация какая-то собрала их всех вместе и поделиться своими стратегиями успеха. Я подготовился к этому выступлению, несколько дней готовился для того, чтобы в течение 40 минут им рассказать свое понимание того, как достигать успеха в жизни. И потом еще была сессия, 40 минут ответа вопросов. И все. Я получил удовольствие, аудитория получила удовольствие. На этом все закончилось. Как бы. Но через две недели я начал получать письма от людей, которые начали писать. «Ваше выступление перевернуло мою жизнь. Я уволилась с работы, которую я терпеть не могла. Сейчас я нашла новую работу, получаю в два раза больше денег». Я до сих пор знаю, уже прошло много лет, я до сих пор знаю некоторых людей, которые были тогда в том зале, я за ними наблюдаю. И их жизнь — это пример успешной жизни. И я понял, что тогда для меня эти письма — это было вообще открытие. Я никогда в жизни не получал письма благодарности за то, что я что-то когда-то кому-то сказал, и от этого изменила жизнь. Тогда я понял, что это то, чем я должен заниматься. Хорошо. Допустим, поняли мы, кем мы хотим быть для того, чтобы быть счастливыми. Посетили тренинг, он длится два-три, пускай неделю максимум. После этого человек, получив некие знания, выходит опять в окружающий мир и понимает, что перед ним стоит целый ком сложно решаемых задач. Ну, первое — надо избавиться от старого круга общения, не заимев еще новой. А в новой пробиться не так и просто. Что делать здесь? Очень хороший вопрос. И существует в индустрии тренингов личного основа роста, об этом тренеры молчат. Но существует так называемый эффект горячего душа. Мы зашли в зал тренинга, нас раскочегарили, разогрели, мы начинаем видеть свои возможности, мы говорим «вау, вау, я могу, ты можешь». Мы начинаем верить в то, что мы действительно способны достичь всего, но мы возвращаемся потом в свою родную семью, в свой родной коллектив, в свой родной город, в страну. И наступает эффект горячего душа, мы выходим из душа, и нас сразу охлаждает наше окружение. Для того, чтобы этого не было, один из моих партнеров по бизнесу, один из лучших коучей в мире, Джим Банч, уже 11 лет назад создал так называемую «игру», она называется «Удивительная игра жизни», которая идет три месяца. И идет она в интернете. И, кстати, исследования показывают, для того, чтобы у человека случились перемены в жизни, нужно действительно ни два дня, ни три дня, ни четыре дня, это не работает. А нужно минимум три месяца нового окружения, нового образа мышления, и встраивания новых знаний, новых привычек. И если тренинг продолжается дальше, подкрепляется дальше какой-то программой, которая даже дистанционно, через интернет, в онлайне, через всевозможные инструменты, дистанционно поддерживает человека, тогда можно говорить о том, что эти новые знания, эти новые убеждения, в том числе, возможно встроить в жизнь. Я именно так и работаю. У меня есть тренинги, где мы встречаемся лично с человеком, и у меня есть несколько ряд онлайн-программ, где я поддерживаю в длительном периоде, от трёх месяцев и до года, людей. И тогда это работает. То есть это некий компас, по которому они могут сверять направление... Как минимум это новое окружение. В этом окружении остаюсь по-прежнему я. Я работаю с людьми один на один, остальные слушают, в режиме слушателей находятся. И то, что я говорю одному человеку, те вопросы, которые я ему задаю, тут же трансформируют по ходу всех остальных. Это окружение. Потому что они между собой общаются при помощи специальных инструментов, которые мы тоже внедрили в наши программы. Это новое окружение. И, естественно, они, общаясь между собой, ещё могут встроить в себя новое знание. Задать вопрос. Кто-то что-то забыл во время тренинга. Кто-то открывает раздачный материал, вообще вышибло, не может вспомнить, о чём это было. Он спрашивает в специальной системе, которую мы используем, что это. И тут же получает ответы. И тогда есть результаты. Два дня тренинга. Результаты будут, всё равно будут. Но очень-очень маленькие, незначительные по сравнению с тем, что можно достичь, когда это окружение, эта поддерживающая среда есть на протяжении трёх месяцев или больше. Иногда в рекламе таких личностных разных тренингов можно прочесть строчку. Частенько я её встречал, попадалось на глаза. Ну там, допустим, как достичь успеха без усилий? Это я об этом говорю. А разве вот без усилий вообще можно что-нибудь достичь? Можно. Но для этого нужно очень серьёзно трансформировать свои мозги. А разве это не усилие? Очень серьёзное. Любой возврат энергии требует первого вложения энергии. Уборка в квартире требует усилий. Мы часто сопротивляемся в уборке, потому что понимаем, что нужно подпотеть, поубирать. Но только мы убрали в квартире, мы сидим в кресле, и начинает возвращаться эта энергия. Это возврат происходит. Многократный. Намного больше, чем тот, который мы вложили. Успех без усилий означает. Это не всем понятно. После этих фраз некоторые крутят у виска, говорят, это сумасшедший только что выступал. Успех без усилий означает, что как только мы доверяем, как только мы начинаем жить тем, чем мы должны жить, начинаем жить соответственно со своим предназначением, делаем правильное действие, начинаем соблюдать законы Вселенной, и самое главное, доверяем этой высшей силе, то она нас начинает вести по жизни. Я, например, провожу тренинги по всему миру. У меня клиенты в больше, чем в 40 странах на сегодняшний день, на четырех континентах. И не было ни одного случая, чтобы мы сами искали где-то какой-то город, какую-то страну, где мы хотим выступить. Мы, я имею в виду, я себя и свою жену. Почему? Потому что мы соблюдаем, во-первых, мы знаем о законах Вселенной, мы по-прежнему их изучаем, потому что их очень много, еще не все мы знаем, и тем более не все мы изучили, не все мы начали использовать в своей жизни. Мы их знаем, их соблюдаем, и Вселенная несет нас. Эта жизнь называется «жизнь в потоке». Когда я только подумал о том, что было бы неплохо в Австралии провести тренинг. И на прошлой неделе у меня был тренинг большой, на 250 человек в Киеве, и ко мне подходит австралийка, и говорит, русскоязычная женщина из Австралии, и говорит, что нужно для того, чтобы вас привезти в Австралию. Она не слышала об этом. Но она услышала, конечно, но другими какими-то каналами, через другие какие-то каналы. И это называется «жизнь в потоке», где успех приходит без усилий. Большинство людей живет и страдает, потому что они… Почему? Одна из главных причин страдания жизни – это нарушение законов. Когда вы говорите о некой законах Вселенной, потоках, какой-то мистикой такой, наверное, по вашему лицу? Да. После эфира вы как будто сумасшедший заходил ко мне. Отпугивает тех, кто еще не готовы к этому. А те, кто готовы, они бегут ко мне на семинар. Ну, смотрите, если, собственно, так все просто. Да, есть законы Вселенной, давайте им не противодействовать. Есть некие потоки, которые нас несут в нужном направлении. Причем-то все. Садимся на поток, расслабились, и пускай несет. Расслабиться нельзя. Только расслабился, началась деградация сразу. Нужно продолжать делать, действовать. Но когда мы работаем в соответствии со своим предназначением и делаем то, для чего мы созданы, мы постоянно получаем удовольствие. И такую работу уже работой назвать невозможно. Это удовольствие. Кстати, одна из причин, почему большинство людей ходит на работу, которую они ненавидят, сидят там с 9 до 6, одна из причин – это то, что они не могут понять, как это. Можно заниматься любимым делом, часто это хобби, еще за это брать деньги. И поэтому люди решают хобби, я буду заниматься выходной день, получать удовольствие от того, от чего я получаю, а с понедельника по пятницу буду ходить с 9 до 6, продавать свое время и получать деньги за то, что терпеть не могу. И как раз трюк заключается в том, что нужно убрать то, где мы опустошаем себя. Взять хобби, часто хобби можно превратить в бизнес. Получать удовольствие 24 часа в день, в сутки, 7 дней в неделю, и еще получать много денег. Мы получаем много денег, когда занимаемся любимым делом, потому что мы становимся лучшими в том, чем мы занимаемся. А люди любят платить деньги тому, кто лучший. И люди внутренне сопротивляются работать с тем, кто не на своем месте. Николай, а вы счастливы? О, я. Очень. То есть вы достигли успеха? Я достиг успеха, и я дальше достигаю успеха. Моя жизнь — это жизнь полная сюрпризов и неожиданностей. Практически каждый день перед нами открываются какие-то новые возможности. Приходят новые сюрпризы. И мы к этому открыты, и мы к этому готовы, самое главное, что мы позволяем этому происходить. А есть ли у успеха потолок? Вот я что-то достиг, я сказал «Вау, все». Если я сказал «Вау, все», здесь началось мое падение и провал. Что в этой ситуации делать? Ничего. Обратиться к специалисту, который вставит мозги на место и скажет, ты либо живешь, будешь жить дальше, процветать, будешь счастлив, либо ты сейчас провалишься в яму, из которой потом надо будет тебя вытаскивать либо при помощи психотерапевта. Очень много случаев есть, когда человек становился в одно мгновение суперуспешным и знаменитым. И такие люди спивались. Они просто не были готовы к такому всплеску счастья и успеха. И если человек в какой-то момент расслабляется, то он начинает проваливаться. Николай, я позволю себе задать вам вопрос, который, в общем-то, можно, наверное, посчитать и как удар вне правил. Вы говорили о том, что работали в сетевом маркетинге. В общем-то, я знаю, что люди, которые научились продавать Герболайф, могут продать все, что угодно, даже с некоским осом зимой. Вот не являются ли вот эти вот идеи личностного роста, вот эти тренинги, но неким таким снегом, который продается эскимосам, вокруг которых этого снега и так много? Я просто отвечу словами своего друга и партнера по бизнесу Джима Банча, американского коуча, который живет в Сан-Диего. Он говорит, я долгое время был несчастным и долгое время был бедным и банкротом. И в один момент я решил. Я сказал сам себе, смотри, Джим, ты уже очень хорошо знаешь, как быть бедным и даже нищим. Давай-ка поиграем в новую игру. Давай поиграем в игру Джим-миллионер. Ты станешь миллионером, и если по прошествии года или двух тебе это не понравится, ты уже знаешь, как играть в игру Я-нищий. Джим поиграл в игру Я-миллионер, ему эта игра понравилась, он до сих пор играет в эту игру. Прежде чем что-то обсуждать или осуждать, есть смысл попробовать. Один из моих коллег американских, Стил Павлина, говорит, я никогда не говорю, вегетарианство это плохо. Я никогда не говорю, в 5 часов утра вставать это плохо. Я никогда не говорю, любой концепции, которую мне кто-то когда-то преподносит, что это плохо, исходя из своих, опять же, суждений, убеждений и прошлого опыта. Я говорю, окей, ты говоришь, вегетарианство это хорошо, я на следующие 30 дней становлюсь вегетарианцем. И через 30 дней я посмотрю на себя, на свое тело, на свои ощущения, и скажу сам, для меня это хорошо или плохо. Ты говоришь, 5 утра лучше вставать, я буду вставать теперь каждый день 5 утра в течение 30 дней и сделаю вывод сам. Большинство людей живут жизнью... новым заниматься, а ему говорят, ты ненормальный. И люди начинают делиться своим опытом неудачника, либо опытом других друзей, знакомых неудачников. И, к сожалению, большинство людей прислушивается, искренне прислушивается к мнению людей, которые вообще не имеют отношения к тому, о чем они говорят. В моем бизнесе, в спикерском бизнесе, в мире, порядка 200 человек, которые зарабатывают больше 1 миллиона в год как спикеры, как мотивационные спикеры. И существуют еще десятки тысяч спикеров мотивационных, которые еле-еле сводят концы с концами. И вот что самое интересное, что эти десятки, и среди этих именно десятков тысяч людей, которые еле-еле сводят концы с концами, есть спикеры, которые проводят тренинги под названием «Как зарабатывать миллион долларов в год как спикер». И, к сожалению, в 90% случаев люди обучают тому, в чем сами еще не стали компетентными. И еще, к большему сожалению, очень много людей ходит к тому, к тем людям, которые, на самом деле, не прошли еще этот путь, которому пытаются обучить. Рассказывая о вашем компаньоне, вы интересную формулировку употребили «поиграть в игру нищий» или «поиграть в игру «я миллионер». Насколько важно относиться к этим процессам как к игре? Либо все-таки лучше воспринимать это всерьез? Есть смысл относиться к жизни как к игре, где мы получаем удовольствие. Если мы играем в игры, как правило, мы получаем удовольствие. Посмотрите, как играют в игры дети. Они получают удовольствие. И когда мы получаем удовольствие от того, чем мы занимаемся, у нас все получается. Как только мы начинаем слишком серьезными становиться, включаем мозги, начинаем подключать концепции, идеи, стратегии, тактики, поток прекращается. Ну что же, Николай, спасибо за ваш рассказ. Напомню, что сегодня гостем нашей студии был Николай Латанский, известный специалист в индустрии коучинга, автор целого ряда тренингов по личностному росту. Ну, а уже насколько интересно это вам, решайте сами, уважаемые зрители. С одним, наверное, спорить не буду из выдвинутых Николаем тезисов о том, что для того, чтобы что-то хвалить или осуждать, надо сперва попробовать. А мы ненадолго прощаемся с вами. Оставайтесь тут. Всего доброго.